Зарядку проводила Лариса Лазутин. Олимпийская чемпионка подготовила для школьников несложную программу упражнений, чтобы разбудить организм и зарядить его энергией на весь день. Мне очень понравилось, потому что дети, я понимаю, что это старшие классы, но вот как раз их немножко растормошить и на свежем воздухе, и подзадорить, потому что они, конечно, и стесняются, и возраст, это все объяснимо. Но, вы знаете, они, мне кажется, с удовольствием были раскрепощены, и под музыку все вместе в этой дружной компании мы сделали элементарное, я хочу сказать, движение, упражнения, утренние зарядки. Мне очень понравилось, я надеюсь, им тоже. К зарядке присоединились и сотрудники районной администрации. Они понимают всю важность происходящего. Приобщение как можно большего числа населения к активному образу жизни – залог здоровой нации. А начинать надо с себя, считает руководитель администрации Татьяна Одинцова. Это, конечно, эксклюзивная зарядка от Ларисы Евгеньевны Лазутины, это надо взять за практику. Конечно же, инициатором зарядки стала наша тоже Ирина Владимировна Русанова, начальник 10-го территориального управления по здравоохранению. Это новый у нас виток в развитии медицины на нашей Одинцовской земле. И нам это очень понравилось. Факт, что пришли дети, пришли люди, которые небезразличны к диабету. И мы сегодня ведем второй этап борьбы с диабетом. У нас большая интересная программа. Министерство здравоохранения Московской области помогает в организации проведения подобных мероприятий. Акции адресованы как населению, так и медицинскому сообществу. На конференции выступили светила эндокринологии России, профессоры медицинских наук. Большое внимание уделено именно профилактике сахарного диабета. Сегодня мы собрались в Одинцово, действительно, наравне со всем миром поднимаем проблему, которая крайне важна. Зачем вообще проводятся всемирные дни? Для того, чтобы привлечь внимание. Потому что проблему диабету прекрасно знают медики. Не только эндокринологи, но и терапевты, кардиологи и многие другие. Но, к сожалению, не все понимают ту остроту проблемы, насколько он развит, насколько он распространен. К сожалению, насколько много уже больных людей или тех людей, которые находятся в группе риска. И поэтому привлечь внимание может, конечно, благодаря таким акциям. Вниманию средств массовой информации, спасибо большое, что телевидение сегодня присутствует. Администрация, которая может проводить такие мероприятия. И это проводится достаточно регулярно. А уж Одинцово – это тот район, который знает, что такое работа с профилактикой, что такое здоровый образ жизни. Сахарный диабет и его осложнения представляют серьезную угрозу для здоровья населения. Во всем мире число людей, страдающих этим недугом, катастрофически возрастает. В настоящее время это около 360 миллионов человек. Проведение таких крупных мероприятий привлекает внимание общественности к проблеме и способствует популяризации здорового образа жизни. Кстати, в этот день на площади работал передвижной ФАП. Прием вели эндокринологи Одинцовской центральной районной больницы. Мы хотели бы поднять важность вопросов и воспитания навыков здорового питания в семье, и воспитания физической активности. То есть вот сегодня мы хотим осуществить межведомственный подход к данной проблеме. В Одинцовском районе большое внимание уделяют проблемам медиков. Каждый доктор на вес золота. Решение жилищного вопроса – первоочередная задача для руководства района. Еще пять семей медиков стали счастливыми обладателями квадратных метров. Для многих это большое подспорье, потому что снимать квартиру в Одинцово дорого. Для нашей семьи это очень важно, потому что вот я здесь работаю с 2002 года, и мы жили на койко-место, очень маленькая площадь, а у меня двое маленьких детей, двойняшки. Поэтому вот, что нам предоставили две комнаты, для нас, да, это очень большая помощь и очень большая радость. Здоровье – самое дорогое, что есть у каждого человека. Правильное питание и подвижный образ жизни помогут сохранить его и избавят от многих недугов. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.